На днях свое 95-летие отметила одно из самых благоустроенных и ухоженных поселений области – хутор Шаумяновский Горлыкского района. Основали его переселенцы, переехавшие на гостеприимную донскую землю вследствие геноцида армян в 1915 году. Таких хуторов, наверное, очень мало на карте Российской Федерации. Если бы было таких больше, то страна бы наша была еще краше, комфортнее и богаче. Потому что именно здесь начинается Россия. Здесь живут очень добрые, щедрые, очень гостеприимные люди. В этом хуторе есть, наверное, все, даже то, чего нельзя найти в некоторых городских поселениях. Есть прекрасная школа, есть прекрасный медицинский пункт, есть библиотека, есть дворец культуры, есть бензозаправка, есть автомойка, есть интернет, который не в каждом хуторе у нас есть. Здесь есть и свет, и газ, и вода, и дороги. И это все благодаря тем людям, которые живут в этом хуторе. Наш хутор развивается за счет сельхозпроизводства. В основном люди занимаются выращиванием сельхозпродукции. И пополнение бюджета Шамонского сельского поселения происходит в основной массе из-за поступления единого сельхозналога, который платят наши фермеры. Если брать цифру 10 лет назад, это поступление было где-то в размере 600 тысяч рублей. Сегодня уже поступает более 6 миллионов. В 10 раз увеличение. За счет бюджета поселения администрация построила фонтан, обеспечила освещение центра хутора, облагородила футбольное поле. А за счет средств жителей и спонсоров строится армянская церковь высотой 24 метра. Активные меценаты Владимир Казарян, Джован Вартанян и Владимир Черкезов. Всегда, знаете, помогать можно тому, кто работает. Вот если вы обратили внимание, хутор, я думаю, один из самых лучших в Ростовской области. Это, я думаю, вполне точно. И то, что ему сегодня 95 лет, и этот хутор заслуживает большого уважения. Могу со всей ответственностью заявить, может, вам это уже сказали, а может, нет. Если вспомнить, там, 60-е годы, 70-е, 75-е годы. Вот это все здесь были одни землянки. Люди практически жили в земле. И вот за вот эти годы, вот своим трудом они смогли все это сделать. Никто тут дома им строить не помогал. Но они их построили своим трудом. Хутор самодостаточный. Дотации шоумена в цене получают. Но помощь региона, конечно, все равно очень нужна. Участвовали в федеральной программе обустройства общественных территорий и выиграли, заняли первое место среди малых населенных пунктов. И в результате за два года в бюджет поступит 60, более 60 миллионов рублей, которые будут направлены на строительство парка. Проектируется в хуторе и детский садик на 80 мест. Если все пойдет по плану, то средства на его строительство областная казна выделят уже в следующем году. В хуторе сегодня живут около 2000 человек. Население не убывает. Наоборот, если позапрошлом году в Шаумяновском родилось всего 15 детей, то в прошлом году уже в два раза больше. Много пожеланий звучало на празднике. Хорошеть хутору Шаумяновскому, расти и развиваться. И пусть до областного центра немало километров, создать благоустроенный, обеспеченный и красивый поселок можно в любом месте. Было бы желание. Редактор субтитров А.Семкин